Сезонная эпидемия гриппа. Как защитить себя и своего ребенка? Старые бумаги – новую жизнь. В Рязани собрали около 10 тонн макулатуры. В Рязанскую областную думу сегодня официально внесен региональный бюджет. Впервые за последние несколько лет он принимается сроком на один год. Связано это не с самой простой экономической ситуацией в стране. Впрочем, как заверяют власти, на выполнение социальных обязательств это сказаться не должно. Сезонная эпидемия гриппа. Сезонная эпидемия гриппа. С конечными результатами. Я думаю, что это будет более удобным в работе. Принятие бюджета будут предшествовать работы над основными финансовыми документами области в комитетах облдома. Также пройдут публичные слушания по бюджету. Хотелось бы поблагодарить вас, правительство, за серьезную работу над бюджетом, который вы сегодня в соответствии с уставом и законом внесли в Рязанскую областную думу. Бюджет для нас, для депутатов действительно важно, что бюджет по-прежнему сохранил свою социальную направленность и именно в нем определены приоритеты социальной политики, социальных расходов, которые также определены указами президента. Программный принцип, программно-целевой принцип действительно будет позволять нам, депутатам, более четко, прозрачно видеть расходную часть бюджета. Не только целевые показатели, но и промежуточные также будут видны. Несмотря на большой объем предстоящей работы, депутаты намерены рассмотреть бюджет максимально оперативно. Планируется, что к 25 декабря текущего года главный финансовый документ региона будет принят во втором и окончательном чтении. Осень – традиционное время возникновения простудных заболеваний. Уже через несколько недель специалисты ожидают начала эпидемии гриппа. По традиции в группе высокого риска в первую очередь дети. По прогнозам экспертов, эпидемия гриппа в этом году начнется позже обычного. В декабре-январе и по предварительным прогнозам будет не такой сильной, как раньше. Связано это с тем, что новых агрессивных мутаций вируса не ожидается. Тем не менее, защищать себя и своих детей от этой болезни необходимо уже сейчас. Во-первых, это мероприятие направлено на повышение сопротивления детского организма, а также мероприятие, которое способствует предотвращению контакта пациента с вирусной агрессией. Регулярные проветривания помещений, в том числе и сквозные проветривания помещений, очень важны. Не нужно забывать про маску. Да, конечно, маска не спасает от проникновения вируса, но маску нужно одевать больному человеку, чтобы уменьшить количество вируса, который человек выбрасывает в окружающую среду. Не нужно забывать и о натуральных препаратах, таких как чеснок, развешивание бусинок чеснока, мешочков с мелко нарезанным чесноком возле кроватки в помещении, также значительно уменьшает вероятность заболевания постно-респираторно-вирусной инфекцией. Болеют острыми респираторными инфекциями дети всех возрастных групп, а способствует этому то, что легко заразиться может каждый человек. Потому что передаются ОРЗ и ОРВИ воздушно-капельным и контактным бытовым путем. Приостановить эпидемию, считают медики, поможет карантин. Ну а пока эпидемия еще не достигла своего пика, поможет профилактика и вакцинация. Грипп – это серьезное инфекционное заболевание, имеющее подчас тяжелое осложнение. Поэтому всегда нужно относиться серьезно к этому заболеванию, не заниматься самолечением, вовремя обращаться к врачу, понимать, что наличие осложнений наиболее вероятны у детей маленького возраста и у пожилых. Грипп имеет сезонный характер. Пандемия чаще всего наблюдается в весенне-осеннем периоде. Не следует не забывать, что в это время обычно у человека ослаблен иммунитет. И поэтому нужно заранее думать о том, чтобы встретить эту инфекцию во всеоружии. Грипп имеет большое значение сезонная вакцинация от гриппа, которую обычно советуют проводить за три недели до начала эпидемии. Итак, грипп – вирусное заболевание, и лечить его нужно препаратами, воздействующими непосредственно на вирус. Многие, по словам инфекции, понимают нечто абстрактное – зараза всякая. Но заболевания, вызванные вирусами или бактериями, имеют различие, и лечить их нужно разными препаратами. Антибиотики могут назначаться для лечения только бактериальных инфекций. Их нет смысла давать в первые дни гриппа или ОРЗ, так как антибиотик на вирус не действует. В Рязани на мосту через АКУ установили гибкие разделительные столбики. Ограждение тянется по всей длине моста и разделяет встречные транспортные потоки. Таким образом, на одной из самых аварийных дорог областного центра в ближайшее время решен вопрос безопасности транспортного потока. Вечер среды преподнес участникам этого ДТП неприятный сюрприз. Водитель маршрутного такси марки «Газель» двигался в сторону площади Театральной. На пересечении улиц Свобода и Ленина он проехал под запрещающий сигнал светофора и маршрутка столкнулась с автомобилем «Шевроле Блейзер». От удара иномарку развернул и отбросил настоящие перед перекрестком автомобили «Тойота» и «Ниссан». «Газель» выехал на тротуар, задев светофор. В результате ДТП травмы получили пассажиры, которые ехали в маршрутном такси, супружеская пара пенсионеров 60 и 56 лет и 38-летняя женщина. С различными травмами они были доставлены в больницу. Медицинская помощь 29-летнему водителю «Шевроле Блейзер» была оказана на месте происшествия. Не секрет, что немало автоаварий происходит на выезде из города с целью обеспечения максимальной безопасности автомобилистов. На мосту через ОКУ установили гибкие разделительные столбики. Дорожные работы начались в среду 11 ноября. Ограждение тянется по всей длине моста и разделяет встречные транспортные потоки. Кроме того, столбики имеют светоотражающие полоски. В сентябре в районе Шумыша открыли транспортную развязку и установили отбойники. Так что принятие таких мер было необходимостью. О результатах проведения ежегодной оперативно-профилактической операции МАК и мероприятиях, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, расскажет Оксана Тебенихина. Сотрудники регионального УФСКН подвели итоги межведомственной оперативно-профилактической операции МАК-2015, которая проводилась в период с 21 мая по 31 октября. В работе по пресечению распространения наркотиков растительного происхождения, выявлению и ликвидации очагов, произрастанию наркосодержащих растений, принимали участие все правоохранительные ведомства региона, а также органы местного самоуправления. Силами сотрудников наркоконтроля выявлено 258 преступлений, из которых 217 относятся к категории тяжких и особо тяжких. Пресечены 128 преступлений, связанных со сбытом наркотиков, и по три преступления, связанных с контрабандой, культивированием наркосодержащих растений и содержанием наркопритонов. Составлено 128 административных протоколов в отношении лиц, допустивших немедицинское потребление запрещенных веществ. Основной акцент в работе с сотрудниками наркоконтроля делался на изъятии из незаконного оборота крупных партий наркотиков. Благодаря предпринятым мерам удалось предотвратить распространение более 136 килограммов подконтрольных веществ, что в два с половиной раза превосходит результат предыдущего года, который составлял 53 килограмма изъятых нарковеществ. Так, одно из последних значительных изъятий было осуществлено в конце октября сотрудниками Скопинского межрайонного отдела наркоконтроля. При проведении оперативных мероприятий в поселке Горняк Милославского района был задержан 26-летний подозреваемый, который имел при себе марихуаны массой 3 килограмма 400 граммов. По данному факту ведется следствие. В рамках работы по пресечению деятельности лиц, занимающихся изготовлением наркотиков, в Иеолевшатском районе было ликвидировано масштабное наркопроизводство. Сотрудники САСовского районного отдела УФСКН задержали 32-летнего жителя села Корнаухово, который выращивал отборные сорта конопли. В результате обыска в доме была обнаружена плантация из 80 кустов конопли, 12 килограммов каннабиса на стадии высушивания и 3 килограмма готовой марихуаны. Фигурант дела арестован. Учитывая задачи операции, сотрудники УФСКН принимали участие в совместной работе с органами местного самоуправления по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли. В общей сложности обнаружено 14 участков площадью 15 гектаров. Ликвидировано около 70 тонн потенциального наркосырья. В Рязанской области полиция задержала рязанцев, угрожавших женщине пистолетом. Подробнее Наталья Новикова. Преступление произошло накануне ночью в деревне Пупкино Захаровского района. В жилище местной жительницы проникли трое неизвестных. Угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, злоумышленники отняли у женщины два ноутбука и два сотовых телефона. Как только налетчики скрылись, женщина позвонила в полицию. Пострадавшая сумела разглядеть очертания и фрагмент номерного знака автомобиля, на котором уехали злоумышленники. Полицейские объявили план перехват. Вскоре похожая машина была остановлена инспекторами ДПС в Михайловском районе. В салоне находились трое мужчин. Полицейские обнаружили в салоне автомобиля похищенную технику и травматический пистолет. Подозреваемых задержали. Ими оказались трое неработающих жителей областного центра в возрасте 22-25 лет. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Старым книгам и журналам, использованным тетрадем, коробкам и оберткам можно дать новую жизнь. Ведь если вторсырье тщательно собрать и профессионально переработать, то можно спасти целые леса и сохранить уникальные породы деревьев. 11 ноября в Рязани прошла акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». За три часа собрали около 10 тонн макулатуры. Роман Дворецков подробнее. Сдача макулатуры была полезной привычкой еще в советские времена. Ведь в тот период в дефиците было практически все, кроме природных ресурсов. Но их с каждым годом становится все меньше. Возрождение таких добрых традиций, как сбор бумажной макулатуры, несомненно, полезная практика. Как для воспитания молодежи, так и для сохранения природных богатств. В рамках проекта «Ресурсосбережение» 11 ноября в Рязани прошла акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Эта акция приурочена ко дню сохранения ресурсов. Подобные акции при поддержке Министерства природопользования и экологии Рязанской области проводятся у нас на территории региона постоянно. Но немного в рамках других акций, в том числе «Дни защиты от экологической опасности». Цель этой акции, она и просветительская, и образовательная. Также было подсчитано, что переработка одной тонны макулатуры приносит огромную пользу, позволяя сохранить 10 деревьев, сэкономить 20 тысяч литров запасов воды, получить тысячу киловатт электроэнергии и даже на 1700 килограммов уменьшить опасные для природной среды выбросы углекислого газа. Всего в Рязани действовало 5 площадок для сбора макулатуры. В акции приняли участие более 150 детских образовательных учреждений, организаций и предприятий города. За время акции было собрано более 10 тонн макулатуры. И в завершение. Необычный экологический праздник сегодня отмечается в России – Синичкин день. Его учредили по инициативе Союза охраны птиц. В этот день готовятся к встрече пернатых, зимующих в наших краях. Кстати, это не только синицы, но и щеглы, снегири, сойки, свиристели. Любимое лакомство синиц – несоленое сало, не жареные семечки тыквы, подсолнечника или плоды арахиса. Жители России в ноябре развешивают кормушки и угощают птиц. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами. До завтра. Хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин